В эфире парламентский вестник. Меня зовут Кира Мартынова. Здравствуйте. В Думе Края продолжают работать над главным финансовым документом региона на будущий год и вносить коррективы в бюджет этого. Дополнительные средства планируют направить на поддержку сельского хозяйства. Да и в целом это направление в числе приоритетных в госполитике. Как в перспективе будет развиваться АПК на Ставрополье? Расширится ли перечень направлений помощи агрария? Об этом и не только мы поговорили с заместителем председателя профильного думского комитета Виктором Надеяным. Виктор Викторович, здравствуйте. Добрый день, Кира. Давайте начнем с бюджета 2023. Это тема, которую сейчас очень активно обсуждают в Думе. Уже вот-вот заседание, где будут рассматривать проект главного финансового документа региона на будущий год. Сохранится ли финансирование аграрной отрасли, тем более исходя из нынешних реалий, в свете того, что необходимо обеспечивать продовольственную безопасность как нашего региона, так и всей страны в целом? О бюджете 2023 года, что касается развития агропромышленного комплекса и охраны природы Ставропольского края, ветеринарии, мы можем говорить сейчас в общих чертах. Потому что все-таки сейчас вот как раз идет кульминация, то есть утряски бюджета. А сейчас мы говорим о том, что он, скорее всего, сохранится в тех же объемах. Последние годы это порядка 5 миллиардов рублей поддержка отрасли агропромышленного комплекса и чуть больше миллиарда на направление природопользования и экологии. Какие особенности будут, какие нюансы, это будет ясно чуть позже. Что касается 2022 года, то на ближайшем заседании, которое пройдет 29 ноября, мы будем вносить изменения в бюджет Ставропольского края. Я думаю, что уже предварительно все комитеты прошли, все поддержали предложение правительства края. Это речь идет об увеличении отрасли агропромышленного комплекса поддержки на 500 миллионов рублей. В них заложены средства на поддержку питомниководства, садов развития и возврат денег нашим зерновикам, которые ранее экспортировали зерно. На недавнем выездном заседании комитета в Благодарненском округе было предложено разработать региональную программу по перспективному развитию сельского хозяйства, которая учитывала бы региональные особенности. Вот какой вы видите эту программу для Ставрополья? Члены комитета предложили не региональную программу, а во всех программах развития Ставропольского края учитывать особенности территорий Ставропольского края. У нас четыре почвенно-климатические зоны в Ставропольском крае, поэтому разные особенности земледелия в Красногвардейском районе, Новоалександровском районе и Левокумском и Нефтекумском районах. И долгие годы, практически весь постсоветский период эти особенности не учитываются. Мы считаем, члены комитета, что пришло время внести корректировки и учитывать то, что разная продуктивность и разные особенности, разная сложность. И эти все моменты необходимо учитывать при комплексе программ по развитию и поддержке агропромышленного комплекса края. Также на заседании поднимался вопрос об охране окружающей среды, в частности о состоянии лесозащитных насаждений. Вот как Вы предлагаете расширять эти зоны, за счет чего? И требуется ли для этого изменение в законодательстве? Если да, будете ли Вы их инициировать, вносить? Мы, комитет с прошлого созыва, активно занимается темой восстановления лесозащитных насаждений. И сейчас здесь полное понимание с правительством наступило. Создано специальное учреждение, которое подведомится на Министерство природных ресурсов Ставропольского края, которое занимается восстановлением лесозащитных насаждений Ставропольского края. Минимущество края произвело учет. Сейчас, я напомню, что мы ведем речь о порядка 112 тысячах гектаров лесозащитных насаждений, из которых 37 поставлены на кадастровый учет в Ставропольском крае. И собственником является Ставропольский край. Порядка 12 тысяч насаждений у нас в разной форме собственности, скажем так, частная и иная. И еще около 40 у нас сейчас в состоянии дооформления. То есть половина лесозащитных насаждений края сейчас оформляются. Мы в настоящий момент, скажем так, даже не стабилизировали ситуацию, а ее несколько упорядочили и остановили. То есть такое разрушение лесозащитных насаждений, которое шло с 91-го года. Еще одно важное направление – это борьба со скотомогильниками. Вот какая работа проводится в этом направлении сейчас? Это проблема долгоиграющая, которой краевая власть, все мы вместе, подходили слишком долго. Наконец-таки в прошлом созыве с мертвой точки ситуация сдвинулась. И в 21-м году 21 скотомогильник был ликвидирован, в 22-м – 121 скотомогильник ликвидирован. Такими темпами, я надеюсь, что в течение нескольких лет эта проблема будет закрыта. Проблема в части существующих долгие годы старых скотомогильников. Но остается вопрос, где осуществлять захоронение или уничтожать павший скот и птицу, прежде всего нашим жителям, которые ведут личное подсобное хозяйство и малым и средним формам крестьянско-фермерским хозяйством. Потому что у крупных хозяйств это априори вопрос должен быть решен. И сейчас на первой стадии Край взял на себя эту функцию по решению с уровня муниципальных образований, забрал, потому что у наших муниципальных образований, к сожалению, нет финансовых возможностей решать эти вопросы. Мы это, наш комитет и депутаты Крайовой Думы прекрасно понимают. Поэтому несколько лет назад мы эту функцию взяли по согласию, безусловно, с правительством Края на уровень региональный. Теперь в дополнение к этой части. Сначала в порядке эксперимента. Две машины было куплено универсальных передвижных комплексов по сжиганию животных павших. Получился достаточно нормальный эксперимент. Скажем так, ну, опробировали. Купили еще четыре машины. И дальше мы надеемся каждый год докупать, чтобы в ближайшие годы закрыть эту тему. Давайте сейчас перейдем к теме сохранения кадров на селе, в том числе к программе развития сельских территорий. Вот как вы на сегодня оцениваете реализацию этой программы? Нужно ли как-то законодательно регулировать этот процесс, особенно что касается подрядчиков, которые определенные проекты должны реализовать? Здесь первое, то что кадры на селе – это составная часть программы развития сельских территорий. А второе, то что вы, наверное, самую суть в своем вопросе уже изложили, задавая вопросы о подрядчиках. Я понимаю, что вы в курсе, в чем проблема нынешней реализации именно у нас в крае этой программы. А третье, то что эта программа, она достаточно большая, широкая. То есть здесь у нас есть и кадры, есть улучшение жилищных условий, в том числе и сельская ипотека, которая, собственно, реализуется в большей степени за счет абсолютно федеральных средств, но край выступает как оператором. Но есть также программы, где краю нужно вносить основную лепту в части движения ногами и руками. Вот здесь, к сожалению, последние годы мы просели и достаточно критично было оценено членами комитета последние два года действия соответственных министерств в части реализации этой программы. У нас, к сожалению, возвращены деньги в федеральный бюджет по ряду объектов. Сейчас комитет эту проблему актуализирует и я надеюсь, что общими усилиями мы исправим ситуацию. Виктор Викторович, календарный год потихонечку уже заканчивается и давайте подведем итоги работы комитета за это время. Какие основные направления и проекты Вы бы отметили? Направление, прежде всего, это наша прямая функция, это законодательная деятельность, нормотворчество. 14 законопроектов, которые были в работе комитета за ближайшие, скажем, 10, неполные 11 месяцев, были проработаны и приняты Думой Краевой. Это первое. Второе, это, безусловно, контрольные функции Думы как представительного органа населения Края. И на каждом заседании комитета мы минимум одну программу анализируем, смотрим, заслушиваем доклады. Либо это Минсельхоз, Минприроды Края, ветеринарная служба, Минимущество. Мы обязательно слушаем, как реализуются краевые программы и проекты в части именно контроля. И свои, соответственно, вносим предложения для улучшения, для корректировок. И третье, я бы выделил, что направление, которым мы сейчас активно пользуемся, это предложение на федеральный уровень. В том числе и проработка законодательных инициатив. Мы в тесном контакте с профильными комитетами Государственной Думы России и Совета Федерации, Совета Законодательной России. Также мы прорабатывали и направляли свои предложения на имя Мишустина, представителя правительства России по развитию агропромышленного комплекса и улучшению ситуации по развитию сельских территорий. Этим мы вопросом пользуемся. В результате этой работы, как один из моментов, который можно было бы отметить, состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России. И центральная тема этого выездного заседания – это мелиорация, орошение. Мы считаем эту тему крайне важной и она, во-первых, увеличивает производительность, она увеличивает добавленную стоимость. И за собой это следует больше заработок для наших селян и как собственников бизнеса, коллективных хозяйств, так и для рядовых жителей наших сельских территорий. И мы всячески будем эту тему поддерживать. Спасибо, Виктор Викторович. Спасибо, Кира. Спасибо нашим телезрителям. Уже на следующей неделе пройдет ноябрьское заседание Краевой Думы. Одной из основных его тем станет бюджет 2023. Каким в итоге будет главный финансовый документ региона, расскажем в следующем выпуске. Это была программа «Парламентский вестник». Меня зовут Кира Мартынова. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова